друзья приветствую вас на моем канале сегодня распаковка очередная ждал эту посылку можно сказать с особым нетерпением никогда не было у меня обзора или распаковки данного производителя первый раз такая распаковка не буду томить скажу что это известный производитель компьютерного железа и не только аккуратненько пытаюсь раскрыть необычная упаковка такая с надписью десон первый раз вижу что это наверное название магазина если честно не обратил внимание позже посмотрю много намотал продавец зырчатой этой штуковины но это хорошо лучше пускай дольше распаковка будет чем придет побитый растрепанный смартфон бумажкой то есть продавец оценил 30 долларов сейчас украину многие посылки идут с таким искать переживанием то есть наша таможня может деньги включить дополнительные обычно все пишут как мы знаем на ценники 30 долларов 20 50 то есть какой-нибудь mp3 плеер или еще что то то сейчас этим строго то есть до 150 евро на одного человека в один в один проход то есть на границе когда приходит посылка приходит пусть им три посылки то это уже нехорошо лучше пускай придет одна уйдет куда-нибудь к вам в какой-нибудь город ваш потом еще придет нежели придет пять штук сразу и растаможка может заподозрить что-то ну вот такая вот коробочка небольшая название zenfone 5 видим производитель asus оригинально стикер intel inside то есть продукция компании intel интересный процессор intel atom z 2560 в моем случае 2 гигагерца есть более младшая модель на 1.6 с одним гигабайтом рам в моем случае 2 гигабайта рам powersgix 544 mp видим здесь 16 гигабайт цвет черный поддержка 3g сетей такая интересная коробка давайте откроем посмотрим что здесь еще внутри тоже видим такие прорези аля как у леново то есть батарея 3g нарисованы наушники bluetooth и так далее возможно что-то и держит первый раз как этот открыт даже не знаю кручу вверчу как говорится первый раз не знаю даже какие открыть наверное вытащить вот так да потому что плотно очень села коробка видим номер есть даже по штрих коду скорее всего на каждую модель он уникальный по комплектации давайте посмотрим что в комплектации у нас неудобно вот эта штука вроде как и пиптик этот есть надо стать неудобно инструкция никому не интересная на китайском языке несколько штук вот такой вот гарантийный то он вот 19 05 14 года здесь краткая инструкция как открыть это все то есть нажать на кнопку оттянуть посмотрим попробуем конечно вот питание вот такой вот asus упакован в плотную такую пленочку даже заклеена отверстие под юсд интересно насколько один и три ампера интересно конечно первый раз такой встреча более правильно наверно подобрали расход то есть зарядцем переходник обычный под эту же вилку так вот углу тут плотно всем так что еще ну и стандартный кабелек то есть юсби прорезиненный интересное решение многих джаю сейчас такое делают то есть такую дают гнущкость самому кабелю и все там еще и мы и бумажка то есть адресами больше ничего здесь нет обратно это все помещаем трубочку пока что наверное закроем давайте посмотрим что пакете вот такая вот пупырчатая штуковина название модели Zenfone 5 есть еще 6 то есть 6 дюймов данном случае 5 дюймов hd-дисплей 5-дюймовый gs то есть и ps по технологии gs выполнен здесь все на китайском ничего не не понятно вот такая вот пленочка аккуратненько раз классно смотрится тыльная сторона смартфона оригинально выглядит полностью черный матовый пластик или soft touch если честно не знаю какая технология применяется в изготовлении данной крышки я когда-то встречал похожее решение очень практичное то есть отпечатки пальцев не остаются или остаются практически минимальными даже сейчас жарко на улице лето руки как всегда у людей плотные у любого человека не остаются отпечатки пальцев это очень классное практичное решение intel inside то есть стикер производитель процессора решетка динамик под ней камера на 8 мегапикселей вспышка и классно что камера утоплена по отношению крышки если вам видно буквально где-то на пол миллиметра утоплено ниже чем сама крышка находится это хорошо если такой смартфон не поцарапается стекло практичное правильное решение знаю почему многие это не используют просто камеру выпирает на миллиметр там полтора допустим и вот эта окантовка хромирно царапается и некрасиво все это выглядит то здесь замечательно при том что крышек насколько я знаю много цветов есть не проблема купить просто заменить крышку нежели саму камеру стоит стекло поцарапано и далее на правом торце программной кнопки основные включения смартфона вот так вот выглядит и качелька громкость и такое необычное деление по центру здесь и здесь и мелкую такую сетчатую полоску если вам видно то есть сечение при преломлении света играет слегка вот это все очень классно смотрится отверстия судя по всему при записи с камеры здесь микрофончик прячется здесь обычно многих смартфонов под отверстие то есть под наушники вход на привычном месте или здесь или сбоку и левая сторона видим полая ничего нет снизу еще одно отверстие микрофончик и расширение то есть под зарядку и подключение к самому компьютеру классно смотрится смартфон выглядит дорого действительно красиво лицевая сторона как обычно датчик приближения освещенности присутствует у подобных смартфонов фронтальная камера 2 мегапикселя для прослушивания динамик еще один бренд то есть название бренда asus еще один не только на тыльной стороне и на передней стороне на лицевой и здесь тоже так красиво смотрится мелкую мелкую такую даже не решетку а точку практически не видно не знаю видно вам или нет но при преломлении света она так прикольно играет похоже чем-то на бэкбэри похоже американская контора есть вот такой у них похоже чем-то смартфон не это тысячи си что то есть но много схожего и лицо так смотрится и сзади на тыльной стороне на кое-что похожее не буду говорить есть у lenovo похожее решение но красиво смотрится и смартфон не тонкий он около 10 миллиметров то есть толщину около 10 миллиметров но за счет грани скошенных то есть видим закругленное вот такое вот решение то он не выглядит таким толстым на самом деле хотя в этой области то есть где-то ближе к центру он действительно около 10 сантиметров если быть 10 миллиметров если быть точным 10 и 3 миллиметра 10 0 3 можно так сказать один сантиметр ну давайте попробуем посмотреть что у нас под крышкой открытие крышки вот здесь маленькая щель но видимо продавец уже открывал то есть намекая нам на то что отсюда нужно открывать возможно у европейских покупателей были с этим проблемой так как бумажку поклал продавец указывая каким образом вернее производитель каким образом открывать смартфон заднюю крышку вот такая вот ставка пластмассовая что-то видимо прижимает а да вот она sim 1 sim 2 обе микро судя по всему и она разделяет то есть когда вставляем первую вторую симку при закрытии крышки чтобы симка не выскочила ли не двигалась то есть недвижимость было между симками интересное решение и мой адрес и серийный номер самого смартфона то есть можно проверить на оригинальность сюда вставляется micro sd пленочка классно монолитно все сделано закрыто плотно на болтиках можно конечно разобрать это все вытащить посмотреть батареи но для обычного обывателя это не стоит делать поэтому как есть так и есть больше под крышкой здесь ничего нет единственное что здесь мелкая мелкая такая сеточка чем-то прикрыта то есть в районе дик динамика если вот так вот закрыть вот здесь динамик с левой стороны у нас находится вот здесь примерно то чтобы пыль не попадала и так далее это хорошо это правильное решение чтобы не забивалась да и такая штуковина будет давать легкий эффект басов по идее вот так вот виде каркаса то есть закрывается по периметру плотненько защелкнем посмотрим что на лицевой панели то есть вот так вот классно плотно не скрипит ничего отлично название asus компании android внизу понятно что android не будет здесь ios никогда классно заставка такая intel inside и покрытие конечно горелый глаз присутствует второго поколения стекло темное насыщенное необычно если честно китайщина какая-то всплыла надо все это я так понял удалять какой-то двойной был виброотклик судя по всему так что здесь это все надо убрать потому что это защита китайская я не люблю ее если честно на систему напрягает он такая искать полу кастомная прошивка по языкам английский нам нужен русский более привычный для меня хотя я живу в украине проживаю если кто не знает для меня оба языка родные поэтому использую одновременно могу и украинский и русский без проблем клавиши asus ну посмотрим тут много чего необычного конечно же функция в эти джи уже пальцем следили потянулся назад нажать хотя эта кнопка меню вибро есть давайте гоним яркость насколько запас вот так вот около 30 процентов сейчас максимальный порог яркости яркий дисплей цвета правильные то есть без искажения и дисплей хороший отлично смотрится то есть засветов я не вижу никаких пока что поставим где-то наверное на половину или наверное авто поставил ну вот так где-то классно смотрится вай фай отключение нужно привыкнуть потому что вот эти все активные кнопки они в голубом или в синим таком голубом цвете то есть если активно то вот bluetooth надо отключить энергосберегающая технология включена судя по всему еще что-то тут есть или включить опять же если включаем двойная такая вибрация необычная классно но запас яркости не можно сказать не очень высокий по осношению даже вот к течель покажу максимальный порог просто для примера насколько здесь он ядреный мускать ядовитый не знаю видно вам или нет но вот так вот здесь более чем ярких хотя никто не использует так что-то я не попаду шторку вот так вот где-то в районе 30 процентов многие используют классно смартфон пока что нравится мне посмотрим что из настроек справка необычно так тоже выглядит основные системе он тут еще есть и обновление это хорошо классно версия андроида 4.3 уже неплохо для android asus потому что многие смартфоны китайские на 4.2 то здесь 4.3 думаю скорее всего будет и какое-то обновление сведения по прошивка модуля связи нужно проверить если действительно обновление прикольно классный цвет если честно я не знаю как сказать но цвет темный темный насыщенный не всегда встретишь темные цвета насыщенные у смартфона погода вот здесь ускорение судя по всему то эта ракета это надо все удалить это китайская я не люблю это все лишнее рамки не самые тонкие то есть в районе 5 миллиметров где-то так но этого достаточно не нужны сильно тоже тонкие рамки с одной стороны это хорошо что больше площади с другой стороны не очень хорошо случае уронить или еще что-то шансов намного больше что лопнет стекло вот так вот выглядит давайте наверно посмотрим какая камера еще снимает необычно тоже по настройкам камеры просмотрим быстренько разрешение камеры максимально 8 вот так вот оптимизация iso видео full hd максимально стоит много всяких приколов мерцания то есть много всего учебника ознакомление и так далее попробуем снять что-нибудь зум уберем так как зум нам не нужен вот это что такое видим панорама авто множество всяких еще приколов необычно она так видим камера подводится давайте наверно что-нибудь с надписью чтобы было более понятно видим определяет классно смотрится этот эффект именно ничего лишнего недавно когда запускал данную камеру на тех или такой звук просто ну смешной вот обычный щелчок не надо ничего и камера хорошая 8 мегапикселей хорошая камера нравится с мягкими переходами то есть приятные эффекты пока что нравится вот такой вот смартфон друзья буду тестировать конечно более детально расскажу о своих наблюдениях покажу спасибо за внимание всем удачи до новых встреч пока 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 пока